Доброго времени суток, дорогие друзья и коллеги! В данном видеоролике я бы хотел вас познакомить с учеником Пятого потока и по совместительству родственникам из Самары с Эльдаром. Привет, друзья! По воле у судьбы мы оказались в середине июня в Турции и решили вот так вот спонтанно, быстренько записать такое небольшое интервью, обратную связь собрать по Пятому потоку. Вообще, было ли обучение вот это полезно? Что интересно, Эльдар почему-то залетел прям почти в конце, когда уже набор закрывался на наш пятый поток и так лучше не делать, потому что когда группа почти набрана, ценники потихоньку повышаются. Лучше залететь в начале по анкете предзаписи, для них будут самые лучшие условия как раз таки. Вот, ссылка на анкету предзаписи на шестой поток, кстати, будет ниже этого видеоролика. Так что не тяните, лучше сразу записывайтесь, чтобы потом по максимальному тарифу не залетать. Но у Эльдара получилось вот так. Скажи, пожалуйста, почему ты тянул до последнего? Ну, я думал, я справлюсь сам. Есть же всякие вебинары, так же у Рашида, то, что он показывает там предварительно. Я думал, что справлюсь сам, сам все сделаю, вообще без проблем. Я продавал уже на Озон и думал, мне сейчас будет легко. Я такой, эээ, сейчас залечу на Валберес, все-все-все, мне будет понятно, легко и просто. Но не угадал. Поэтому решил не тянуть кота за яйца, а быстрее оплачивать. И купил курс. Да, участие на пятом потоке, тариф максимальный. Я ему поставил куратора Григория, кстати. Если что, кейс с Григорием, учеником второго потока. Можно тоже на YouTube-канале посмотреть. Несколько серий назад, можно сказать. Вот сюда я еще добавлю вот превьюшку. Значит, Григорий на второй поток попал, потом, значит, обучился, потом стал куратором на четвертом потоке, потом на пятом потоке. И вот стал наставником дополнительным у Эльдара. Итак, друзья, сейчас я проведу такой блиц-опрос с заготовленными стандартными моими вопросами. Надеюсь, получится такой полноценный, но коротенький видеоролик. Кому-то, возможно, будет полезно определиться, то, что участвовать вообще на обучающих программах или не участвовать. Итак, скажи, пожалуйста, сколько тебе лет, если не секрет из какого ты города? Мне 40 лет. Я родом из Нурлата. Вот уже более 20 лет живу в Самаре. И есть свой бизнес еще до ВБ. То есть свое производство металлических конструкций и примерно порошковая краска. Кстати, можно обращаться с тем, кто в Самаре. Да, да. Создавлялительная реклама. Для своих всегда сделаем спички. Хорошо. Что стало решающим в принятии решения об участии на обучающей программе «Пятый поток» именно у меня в интернете за огромное количество всяких учителей? Ну, во-первых, кейсы. Все-таки я всегда был подписан на Рашида, смотрел кейсы, и это все залетало. Поэтому тут однозначно брать у тебя. Хорошо. С каким запросом вообще пришел на обучение? Ну, разобраться с Валберсом. Все-таки выйти на... Разобраться в новом направлении. От нуля. Знаний в голове по работе с личным кабинетом Валберс и до текучих результатов. Текучий результат за крайние 3 месяца в заказах и в продажах. Скажи, пожалуйста, какой? В заказах 600 тысяч. Это за 3 месяца или за месяц? За 3 месяца. Выкупах? В выкупах 500 с копейками. Хорошо. Какая была точка на старте, вот как раз хотел узнать. Значит, получается, на Валберсе 0 был, да. Если продавал, какой примерный оборот был? Если нет, то получается с полного нуля. Хорошо. Какая в настоящий момент? Точка B мы с тобой уже определились. Ты сказал, заказы 600 тысяч. Но сегодня мы еще кабинет посмотрим по и глубже и посмотрим, как вырастет до 1 миллиона в заказах в месяц. Дай бог, с выкупаемостью какой тебе процент примерно сейчас? 90. 90%. Ну так вот там, в принципе, достаточно быстро можно вырасти. Но об этом чуть позже. Хорошо, едем дальше. Какой процент из них чистая прибыль? Примерно можешь как бы потом скрины позже отправить? Около 30%. Около 30%. Получается, сколько в выкупах еще раз? В выкупах 500. В выкупах 500, из них 30% чистая прибыль? 150 тысяч, но 90% выкупа. Все получается, что где-то около 130 тысяч. Ну нормально, дополнительный доход в размере 130 тысяч рублей к основному источнику дохода. Как я уж как раз таки спроси, хотел, совмещаешь ли бизнес на ВВС основной работой? Да. Получается? Времени хватает? Времени, конечно, не хватает. Нужны люди, нужно масштабировать. Это же будет у нас следующий этап. Следующий шаг. Хорошо. И еще один, кстати, вопрос у меня такой. Как ты относишься к самостоятельной упаковке товара и в целом к услугам фулфилмента? Что бы ты выбрал и что бы рекомендовал? Ну, на данный момент я упакую сам, такой высокооплачиваемый упаковщик. Ага. Конечно, рекомендовал бы, если хотите расширяться, масштабироваться, с этим не затягивайте, переходите, возможно, даже на фулфилмент, либо набирайте людей. Людей набирайте, это постоянные затраты, а фулфилмент... И постоянный геморрой. Постоянный геморрой. Ну, тут вопрос организации. Бюджета и объемов. Если у вас там бюджет, вдруг вы там сразу мгновенно выросли, конечно, брать людей. Но если же вы потихоньку, то есть нормально развиваетесь... Поэтапно. Поэтапно. Тогда, конечно, фулфилмент. Все-таки фулфилмент. И особенно тем, кто находится в дальних регионах. Потому что доставка, логистика, грубо говоря, там, да... Там Новосибирска. Вот мы привозим, например, сначала, ведь, в Москву. Из Москвы к нам в Самару. Потом мы это все отправляем... Обратно в Москву. В Москву. Ну, основную часть в Москву, чтобы показать. И вот вам, пожалуйста. Грубо говоря, вот эти расходы посчитать, да. И, может, это все-таки проще будет оставить в Москве. Проверан фулфилмент. И, кстати, в прошлом видеоролике я уже выкладывал информацию про наш фулфилмент и про самые лучшие условия. Так что ниже будет ссылка. Тоже можете перейти, познакомиться с Романом, с его фулфилментом. А запросить прайс, сравнить с вашим текущим фулфилментом, если вы уже с ними работаете. Если самостоятельно, удохуетесь, да. Нам, например, уже то ли на третий, то ли на четвертый месяц братишки просто поднадоелы это все упаковка. И мы поняли, что если мы будем постоянно сидеть, упаковывать товары, то организовывать бизнес-процесс, всю систему, у нас уже физически времени не остается. Не только даже времени, а желания не остается. Потому что упаковка, блин, я не знаю, в месяц, даже не в месяц, мы там за раз по 300-400 единиц упаковывали, а в месяц выходила, ну не слабо, короче, мы поняли, математику почитали и начали себе жизнь упрощать тем, что наняли первого упаковщика. Ну это опять-таки, его надо учить, надо рассказывать, показывать все это дело. А вот фулфилмент, это уже все решение подключить. Вот такие вот дела. Так что, Ильдар пока самостоятельно все упаковывает, но скоро либо уже помощников в России будет брать, да? Либо фулфилмент? Либо фулфилмент, да. У нас тоже есть, уже знакомые появились и в Самаре. Фулфилмент там все, она тоже либеральная, поэтому, да, скорее всего. Ну да, если условия хорошие есть, то обязательно используйте. И это вас также отвяжет от места. Вы можете спокойно уехать в любую страну, грубо говоря, иметь интернет, ноутбук, и все, рекламный кабинет следите, пополняйте, смотрите за остатками, закупайтесь в Китае. Это все, как бы, вам развязывает руки настолько, что не нужно быть локально в одном городе и встречать товар, проверять на брак, потому что за вас это сделает подключить компанию. А на какую сумму сделал закуп товара Китая во время программы? И какое количество искающих закупил? А вот здесь он самое интересное. Я закуп из Китая сделал еще до программы, до обучения. Каким образом произошло? Почему ты решил вот именно те товары? Ну, я потому что думал, что я сам смогу. Я тогда закупился на 400 тысяч, влетел с этим товаром. Можно даже сказать, что за товар, чтобы не влетали. Это мини-принтеры для телефона. Ребята, не лезьте в эту нишу. Она капец какая убитая. И очень сложно. Чтобы ее раскачать, нужно еще порядка 200-300 тысяч, чтобы выйти хотя бы куда-нибудь там на первую страничку. Закупил товар, закривез сюда. Он плохо продавался. Нет, даже вот с началом обучения. То есть я его закупился до обучения. Он приехал. Он приехал. И как раз мы начали обучаться. Я думаю, сейчас я вот все быстренько все сделаю. По инструкции. Поторопился. Я, к сожалению, поторопился. Я решил все сам. Начать быстренько. Не торопись. Кто пойдет на обучение, не торопись. Будет обучение. Вам все по шагам разложат. Вам скажут, как делать, что делать. Все прям спокойненько. Делайте, слушайте, что говорит Рашид. И будет отлично. Получается, первый закуп товара ты сделал на 400 тысяч. Он не зацепился. Какое решение ты принял? Оставил? Оставил. Дальше товар искать начал? Да, начал дальше искать товар. И вот как раз нашел товары, которые действительно зацепились. И теперь качают. Теперь качают. Вопрос был в том, на какую сумму сделал первый закуп товара. Значит, 400 тысяч на неликвидный товар. Второй товар на какую сумму закупил? Второй, еще и третий, четвертый были. Второй, третий. Сколько дополнительных из каюшек закупил после вот этого неликвида? Три. А, дополнительно три на тест еще взял. Ага. На какую сумму? Буквально тысяч на 30-40. На 30-40 вот эти третий с каюшки, нифига себе нормально. Я уже там боялся, потому что уже осторожно начал. Обжегся, думал, дай попробую. Не на широкую ногу там, любой клуб с ноги врываться за 400 косарей сразу. Вот. Значит, если бы сделал изначально вот этот тестовый закуп на 30 тысяч, то еще бы дополнительно 400 тысяч вложил и сейчас бы вообще качал. Ну ладно, ничего страшного, лучше сделать на таких небольших объемах эти ошибки, чтобы потом миллионы здесь вот не сливать зря. Вот теперь понимание приходит, как говорится, лучше. Хорошо. А сколько из них зацепилось? И сделал ли ты повторный заказ нового Китая, чтобы докинуть дров в топку? Ну то есть вот из этих трех сколько у тебя зацепилось? Только один? Пока два зацепилось. Два? Да. И сделал, конечно, еще до заказа. Еще до заказа. Еще, то есть уже получается второй или третий раз я до заказываю товар, его все мало. Не хватает, раскупается, разлетается. Хорошо. Хорошо, а что понравилось на программе 5-го потока? В целом вот пройдя вот этот путь, вот это вот два месяца обучения. Можно сказать, за ручку проведут от А до Я. Вы пройдете все этапы, вам все четко разжуют, расскажут, покажут. А тебе что понравилось? Вот именно это мне и понравилось, то что именно дали всю полную информацию, начиная от закупа, где покупать, у кого покупать, дизайнеры, как делать, с кем делать. Все оптимизации. Все оптимизации, абсолютно, то есть все шаги были даны прям максимально. Тут еще и куратор как дополнительный наставник. А с куратор, да, и кстати, да, куратор отлично. Вот, на тарифе максимально с куратором. Так что, кто хочет, чтобы дополнительно, кроме Рашида, еще был наставник, вот как раз таки можете выбрать такой тариф. Есть базовый, есть максимальный с куратором, а есть групповая наставщица, где уже куратором являюсь лично я. Хорошо, следующий вопрос. Вспомни, пожалуйста, что не получалось и с чем были сложности? Какой был самый главный затык вообще в процессе обучения? Вот поэтапно ты начал вот это все проходить вместе с программой. Какие затыки были? Или все затыки вот так вот чел-чел-прежали? У меня затыков не было, глобальных, вот глобальных затыков точно не было. Я еще пытался опять-таки бежать впереди паровоза, пытался изучить отгрузки по ФБС, вот, наверное, здесь, если только, а так, нет, все было отлично. Хорошо. Получилось ли на данный момент решить как бы все эти запросы? Ну, то есть, получается, затыков у тебя не было, и, значит, все вопросы решены? Все вопросы решены. Хорошо. А сейчас понятен ли весь поэтапный цикл работы с китайскими товарами на маркетплейсе Wildberries? От момента аналитики, привоза в Россию, размещение на маркетплейсах, как это все стимулировать, как масштабировать, как вообще продавать и искать связки, чтобы потом качать на них? Вообще. Все как на ладони, грубо говоря. Все как на ладони, хоть сейчас, ну, грубо говоря, сейчас все этим и занимаемся. Да, остается только привозить товары и все по этапу проходить, грубо говоря. Да, привез и по этапу. Алгоритм действий понятный. Берешь А, Б, В, А, Б, В, вот так вот делаешь, и когда связочка находится, просто масштабируем. Хорошо, расскажи кратко, все ли ты сейчас используешь вообще для работы? Таблицы, видеоуроки с гидкурса, чаты с коллегами? Чаты с коллегами используем, видео с гидкурса используем, таблицы используем. Ну, как хочешь, говори, как есть. Вот что, что, а таблицы не используем. Почему? Почему? Ленюсь. Ленюсь? Да. Вот как раз таки лениться нежелательно, потому что таблицы нужны для оцикровки всего вообще бизнес-процесса. Сколько, почем, чего ты купил под ключ, сколько тебя обошелся там фулфилминг, если ты фулфилминг, сколько, своя отгрузка, там, бензин, ГСМ, отгрузки, это же все расходные части, это все нужно учитывать. И понимать, сколько вообще накладных расходов точных на одну единицу товара. Ну, ладно, я думаю, до этого еще дойдет как раз таки, потому что в этом холодце вариться нежелательно, надо все прям оцифровать. Все расходы, все приходы, все вот эти вот движения по налогам, по логистикам и так далее. Кстати, пока шли, еще один вопрос в голове сплыл. Скажи, пожалуйста, ты же еще на Азоне на маркетплейсе продаешь. Как дела у тебя там, расскажи, пожалуйста. И по сравнению с ВБ, лучше, хуже вообще на Азоне? Здесь немного мне сложно сравнивать. На Азоне я продавал автоматики для ворот, это из нашей тематики. А в том году продажи были отличные, в этом году продаж нет. То есть не китайский товар? Не китайский товар. А есть мысль попробовать? Или думаешь, ну его? Сначала раскачаем Балберс, станем здесь специалистами, отличными мастерами своего дела. Ну, все правильно. Результат там, где фокус, внимание. Если распыляться, соответственно, результат будет распыльчатый. Так что целимся, результат и работаем. Хорошо. Ты бы порекомендовал вообще данную обучающую программу своим знакомым, друзьям? Кто хочет вообще стать продавцом на Вайлдберрисе? Кто хочет, всем рекомендую, залетайте. Пока есть места, пока есть актуальная цена, вы 100% не пролеете. И еще вот тем ребятам, которые вот думают начать самостоятельно запускать свой бизнес на маркетплейсе Вайлдберрис. Или там все-таки пойти на обучающую программу. Что бы ты рекомендовал? Может самостоятельно, прочее, вот на Вайлдберрис зайти. Ребят, кто думает, думайте. Пока вы думаете, остальные будут качать, поверьте. Хорошо. И еще какие три совета дашь новичкам, которые вот боятся, переживают? Получится у них, залетит, не залетит? Ребята, заходите, залетайте, пробуйте. Пока не попробуешь, не поймешь. Прям вот четкие три совета. Грубо говоря, начать, не тянуть кота за яйца. Потому что можно годами смотреть видеоролики на ютубе Рашина. И все мечтать открыть свой бизнес. Но пройдет пять лет, и можно продолжать мечтать открыть свое дело на Вайлдберрисе. Либо уже сейчас набить ошибок. Но благодаря обучающей программе минимизировать это количество ошибок. И уже на практике ощутить, как это вообще происходит. И просто влиять на показатели остается. Что еще добавил бы? Я понял, как это все сказал. У вас, кстати, вот когда вы будете обучаться, у вас будет свое сообщество. То есть в телеграм-канале будет своя группа. Шестого потока. Шестого потока. И вот это сообщество вас будет еще больше подкидывать. То есть вы там, даже там, задавая вопросы, кто, что, как, вы друг друга будете зажигать, тянуть, подсказывать. И получится прям отличный эффект. И тем более плечом к плечу идти вместе с коллегами намного интереснее, продуктивнее и результативнее. Потому что, да, можно как бы взять в записи хоть четвертый поток, хоть пятый поток, хоть шестой поток, да. Но потом все равно будут вас отвлекать какие-то домашние дела, личная жизнь. Все это откладываться на потом. И так это останется на потом. А когда вы в режиме онлайн, это у нас будет проходить с начала июля. 4 июля, по-моему, начинается набор. 22 июля уже первый онлайн-вебинар. Значит, обучающая программа у нас будет проходить в таком формате. Два месяца еженедельных вебинаров в режиме онлайн по 3-4 часа. Плюс дополнительные видео уроки, плюс домашние задания, плюс таблицы, плюс контакты посредников, инфографистов, дизайнеров и так далее. В общем, все вот это будет проходить у нас под ключ. Хотел бы что еще сказать. Многие, наверное, зададутся вопросом, а это же у Рашида родственник, он же, наверное, мог и бесплатно обучиться. Наверное, мог бы. Вот только все, что дается бесплатно, так же и те какие-то сливы курсов, которые стоят копейки, нету ценности у них. Поэтому, когда нету ценности, вы не пройдете этот курс. Вы его ценить не будете. У меня уже были такие опыты ранее. Лет 7-8 назад я покупал онлайн-курсы. Там буквально надо было просто сидеть, 3-4 вебинара смотреть. Стоило дешево, сидишь, засыпаешь, то есть тебя это не зажигает. То есть тебе уже, грубо говоря, нечего терять. А здесь, когда ты вложился изначально, то есть тебе есть вот, да. Поставил себе морковку сзади. Да, ты уже тут, тебе уж деваться некуда. Да, деньги вложил, пятая точка начинает гореть. Раз выложенные деньги, как бы, у тебя есть, надо это еще и отработать, и отбить, и еще получить результат. Вот это, конечно, хороший момент. Уточнил. Я же говорю, удивился, что прям в последний момент, или так такой. Когда у тебя там старт уже, все-таки я решился, и говорит, мы там с родственниками вдвоем пойдем. В рассрочку, кстати, взял. Рассрочка беспроцентная. Там на 6 или на 10 месяцев ее можно разделить. В любом случае, морковка сзади, морковка спереди, и работать с коллегами плечом к плечу, и будет результат, дай бог. Впереди, тем более, осенний сезон продаж. Сейчас начнется черная пятница, киберпонедельники всякие. День рождения Уайлберриса, уже сколько? 20 лет будет юбилей Уайлберриса. Предновогодний ажиотаж, новогодний. Короче, вот сидеть без дела сейчас не вариант. Пока лето, пока логистические компании разные китайские не перегружены доставками. Сейчас остается только привозить, тестировать, искать связки, и дальше уже, ближе к осени, все это завозить x3, x5, x10, найдя хорошую связку. Такие вот дела, друзья. Ладно, Ильдар, еще раз спасибо большое за обратную связь. Сейчас в кабинет посмотрим, разберем, и будем дальше работать. Все, друзья, если какие-то есть вопросы, пожелания, комментарии, пишите ниже под этим видео. И увидимся в следующих видеороликах. Кстати, анкета предзаписи на 6 поток также в описании этого видеоролика. Аж язык заплетается. Все, друзья, всем спасибо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok